Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня 12 февраля. Мы очень рады вас видеть. Сегодня вторник. И мы приветствуем вас. Вы смотрите программу «Утро нового дня». Проверил. Действительно, сегодня 12. Сегодня по-настоящему вторник. Это означает, что день будет замечательным, а, возможно, и будет самым лучшим. Почему бы и нет? Если мы так решили, значит, так к тому и быть. Друзья, ну действительно, давайте в раннее такое время немного взбодримся, немного узнаем полезной информации, точнее, узнаем о новостях, какие же на данные минуты они у нас есть, и Алиса Триан готова нам рассказать. Готова рассказать, потому что происходило очень много всего интересного, и наши корреспонденты, они готовились к этой встрече с вами, и готовы нам уже с нами поделиться некоторой информацией. Заботьтесь о детях. В этом году в столице Крыма откроют 9 новых дошкольных учреждений. К тому же изменится порядок оформления в детские сады. В своей очереди ожидают больше 8 тысяч маленьких симферопольцев. На каком этапе строительства долгожданных учреждений узнавала Елена Байрамова. В хорошую погоду в Гагаринском парке много молодых родителей. Сабрина Корниенко хотела отдать дочь в детский сад в 2,5 года, но вовремя не подала документы. Шесть месяцев. Ну поздновато, но все равно. По очереди даже не знаю, какие мы сейчас, вообще даже в интернете не выбивают. Мне кажется, мы в садик пойдем в 5 лет. У нас один вариант, это частная. Таких, как эта молодая мама, в Симферополе много. Марк Тайнов – юный воспитанник детского сада «Жар-птица». Сюда ходит всего неделю. Ушел. Спасибо. Тебя открыть? В очередь мы стали, когда нам исполнилось 3 месяца, нам сейчас 2 и 3. Ребенка нужно обязательно ставить в очередь, и притом вовремя. И желательно с самого рождения. Чем раньше, тем лучше. Этому примеру последовала и Татьяна Мусихина. Мы ходим с 2015 года в садик, и сразу же, когда родились, получили документы и тут же поставили на учет. В то время, когда я записывала ребенка на очередь, мы были 26-е. И попали по своему возрасту в 3 года. В Крымской столице, в своей очереди, в детские сады, ждут больше 8 тысяч малышей от 3 до 7 лет. К решению этой проблемы власти подошли основательно. В этом году, благодаря федеральной целевой программе, начали строительство 9 дошкольных учреждений. Одно из них в районе маршала Жукова. Рядом с главным зданием возводят модульную пристройку. Строительство этого модульного детского сада началось в октябре прошлого года. Завершить работы планируют к сентябрю. Здесь могут принять дополнительно 100 малышей. Будет 5 групп, в том числе и ясельная, в возрасте от 2 до 3 лет. Строители возвели металлические конструкции. Их покрывают специальным огнезащитным материалом. Безопасность на первом месте. Сейчас выполняются фасадные работы. В этом детском саду 345 воспитанников, а учреждение рассчитано на 250. Воспитатели и дети ждут открытия нового помещения. Если в группе должно быть в пределах 15 детей в ясельной группе, 20 в дошкольной, а их до 30 и в ясельной 20 с лишним, то, конечно, влияет. Меньше внимания уделяется детям. Открытие модульного детского сада даст возможность не только мамочкам отдать детей в детский сад, устроить пойти на работу. Рабочие места появятся дополнительные. Современные и безопасные детские сады на 260 мест и модульные сооружения на 100 появятся во всех микрорайонах Симферополя. К тому же процедура оформления изменилась. В этом году можно подать документы не только в одно дошкольное учреждение. Паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении, снился ребенка. И подойти или к нам сюда, на бульвар Франко 25, 313 кабинет, или в любой из объектов МФЦ. И стать в три дошкольных учреждения сразу. Мы уже промониторили детские сады, которые выпускают будущих первоклассников. Это более 4 тысяч первоклассников, которые идут. Вот 4 тысячи мест освободиться. Плюс введены будут в эксплуатацию сады. 80% очереди мы надеемся закрыть в этом году. На сегодняшний день в Симферополе самая большая в республике очередь в детские сады. Девять новых дошкольных учреждений, которые должны открыть к сентябрю этого года, изменят эту статистику в лучшую сторону. Елена Байрамова, Александр Смычек, Новости 24. Преображение памятника архитектуры. В Алубке реставрируют Воронцовский дворец. Работа проходит в рамках федеральной целевой программы. Выделено 367 миллионов рублей. Начали замены кровли. Как проходит процесс и что еще в планах, расскажет Екатерина Серегина. Реставрация крыши Воронцовского дворца начинается с демонтажа старых элементов из сплошного деревянного настила. После строители производят расчистку. Дальше обработка огнезащитными составами. Материалы и технологии используют самые современные. Практически без выходных на объекте трудятся 15 человек. Следующий этап – укладка новых слоев кровли. Устройство пирога, что включает в себя пароизоляцию, утеплитель, гидроизоляцию, потом сплошной деревянный настил, мембрана антиконденсатная и устройство кровли. На эти работы по федеральной целевой программе выделили 60 миллионов рублей. Должны заменить крыши нескольких корпусов, а это 2500 квадратных метров. Работы в Воронцовском дворце начались в декабре прошлого года. Часть кровли строители уже отреставрировали, а именно 30% над одним из выставочных залов. Завершить высокие работы планируют в июле этого года. Таких масштабных преображений дворец ждал давно. Некоторым элементам крыши больше 150 лет. Реставрация здесь была еще при Советском Союзе, а после только косметический ремонт. Страдали внутренние помещения и экспонаты. Были последствия протечки, все, что связано с кровлей. Не было таких зон риска, связанных с экспозициями, возможных протечек. Она только герметизировалась. А кровельное покрытие, обрешетка, которую я говорил, деревянная, они не менялись. Поэтому время пришло, конечно. Крыша – только первый этап работ. Следующий – реконструкция наружных инженерных сетей. На это потратят уже 300 миллионов рублей. Наружное водоснабжение, канализация, ливневая канализация, пожарный водопровод, наружное освещение, видеонаблюдение, благоустройство. Реставрируют и ограждение террас. Также приведут в порядок парк. Подлечить некоторые деревья, привести в порядок в верхнем, особенно на ярусе Воронцовских парков дорожки. Ну и сделать реконструкцию, освещение полностью парков. Сегодня, вы знаете, он не освещен. Работы в рамках федеральной целевой программы продлятся в Воронцовском дворце до 2020 года. Екатерина Серегина, Дмитрий Волк, Новости 24, Алубка. Действительно, преображается дворец, преображается Крым. И я думаю, что очень скоро наш полуостров будет мне узнать, что будет... Хотя, с другой стороны, надо, чтобы все-таки оставались какие-то особые черты и изюминки. Но пусть они будут красивыми, чистыми и опрятными. Ну я хотел сказать, пусть это будут не дороги. Не дороги. Ну, в частности, полуострову есть чем гордиться. Например, телерадиокомпания «Крым». Первый крымский, Крым-24. Ну а что, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. И, в частности, прямо сейчас мы попытаемся связаться с радио «Крым». Доброе утро, Лини. Да, у нас сейчас связь с нашими коллегами. С утра, доброе утро. Доброе утро, Эмилия. Здравствуйте. Рассказывайте нам, какая тема эфира сегодняшняя у вас. Сегодня, в начале восьмого утра, собственно, мы говорим о великом русском слове. Это подтверждает, да, что говорить об этом надо. Чтобы не забывали родной русский язык, несмотря на те изменения, которые сейчас претерпевает наш родной язык. Вот, это тема первого часа. У нас уже есть гости, мы уже начали дискуссию. И вторая часть нашей программы будет посвящена всем вопросам земельных отношений, имущественных отношений. Мы тоже будем получать консультации специалистов, и я думаю, что будем ожидать достаточно большое количество звонков от наших радиослушателей. Спасибо огромное, Эмилия. Хорошего вам эфира. Кстати, о великом русском слове и мы поговорим. А вы, кстати, о чем говорите сегодня? А у нас, между прочим, диалог о великом русском слове будет во втором части, поэтому мы тоже затронем эту тему обязательно. А в первом части к нам придет гость, в связи с тем, что совсем скоро, это 15 февраля, будет дата 30-летия вывода войск из Афганистана. И к нам обязательно придет гость, с ним поговорим на эту тему. Ну, мне остается тоже пожелать удачи вам. Спасибо огромное, спасибо. Друзья, если кто только вышел из дома, обязательно включайте радио Крым и слушайте в прямом эфире самое интересное, самое актуальное, самое познавательное. Все специально для вас. Ну, а пока хочется мне все-таки сообщить, что мы эту тему тоже будем поднимать, что в Крыму колоссальное количество заболевших на этот раз. Потому что вот провели статистику, оказывается, с 4 по 10 февраля 2019 года уже заболело 8 499 человек, что для населения Крыма является 44%. В Севастополе этот порог ниже, там 18,6%. Но это говорит о том, что грипп набрал новый виток и вернулся на полуостров. То есть была уже такая волна, которую передовосхищала волна вакцинации. И вот опять нас охватили эти вирусные инфекции. Ну, в принципе, 44%. То есть это до порога, чтобы до сотни. Но это уже все-таки говорит о том, что необходимо обратить на это внимание. Потому что болеют, естественно, в основном дети. Это самое главное. Дети с 7 до 14. Ну, это стандартная школа. А в школе оно цепной реакцией передается и на родителей, и на взрослых, и на всех остальных. Но мы об этом обязательно позже поговорим. Ну, а что делать с этим, я думаю, вы знаете. Давайте тогда посмотрим, какой будет погода на полуострове. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок И так, конечно, у нас нет таких низких температур, как по всей стране. Но вот китайцам, например, температура минус 20 помогла протестировать их новый безрельсовый поезд. Это какое-то супер уникальное открытие, потому что он должен передвигаться по любой поверхности, потому что у него есть шины. Это что-то между автобусом и поездом, но тем не менее они называют это поезд. И что самое удивительное, что маршрут ему будут прокладывать виртуальные его помощники, то есть человек в этом будет не задействован. И я хочу это все-таки озаглавить словами, что будущее наступило, видимо, в Китае так точно. Ну, будущее наступило. Слушай, интересно, интересно. Я думал, безрельсовый это какой-то там, может быть, левитирующий поезд, не знаю, как-то так. Так, подожди, дай пока просто поезд будет двигаться самостоятельно, то есть на автопилоте. Маршрут ему будут простраивать какие-то эти внутренние комбинации. Это, конечно, необычно. Ну, я так понимаю, колеса резиновые. 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 Ну, а у нас все-таки железная дорога ассоциируется, конечно же, с поездами, у которых колеса металлические, то есть железные. И вот расскажу, что прием груженных вагонов в январе составил 1660 вагонов. Это крымская железная дорога, дают такую статистику. Или 100 тысяч тонн грузов распределили у нас на полуострове, я так понимаю. Ну, приняли означает. Что из этого больше всего было? Нефть на первом месте 53%. То есть все грузы, которые к нам приходят на полуостров, 53% это нефть, каменный уголь 14%, кимикаты 13%, черные металлы 7%, удобрения 6%, а строительные грузы это 4%. И вот в январе крымская железная дорога сообщает, что со станции вокзалов отправлено 220 тысяч пассажиров. И пассажирооборот выполнен на 101%. Это означает, что в принципе, как планировали, так оно все есть. Люди действительно пользуются железной дорогой. И это хорошо. И, насколько я знаю, будет огромная модернизация проводиться. Будут новые локомотивы, новые составы, поскольку совсем скоро уже будет запущен Крымский мост. Ну, что касается именно железнодорожной части, как мы знаем, машины уже давно следуют и грузовики. Поэтому ждем. Ждем, конечно. Мне кажется, оживет железная дорога. И что самое важное, дорога ведь как будет идти? Керчь, Джанкой, далее на Симферополь. Это означает, что как раз-таки север Крыма, Джанкой, вот этот перевалочный пункт тоже оживет. И говорят, что это будет огромный толчок в развитии региона. Ожидаем. Ожидаем. Но пока давайте перейдем к следующему сюжету. Симферополь стал первым из российских городов, в котором открылась фотовыставка «Герои России», какими их никто не видел. Эти снимки порой шокируют, иногда вызывают слезу и всегда восхищение перед мужеством и героизмом. На них кто-то потерял ногу, спасая боевого товарища. Кто-то подорвался на растяжке, обезвреживая мину, а кто-то был ранен при освобождении заложников. Я поражена, конечно, выставкой. Спасибо, кто это организовал. Вот. Смотрю, и слезы пробиваются у меня. Когда читаешь о том, что люди сделали, поднимает дух патриотизма. Организаторам огромное спасибо за то, что у нас есть возможность индивидуально познакомиться с нашими героями труда, героями России. Вот побольше таких задумок верных, замечательных и добрых по существу. Я, например, специально приехала, чтобы посмотреть, честное слово. Ведь в этих строчечках вся их жизнь заключена. Боль какую-то вызывает. И спасибо этим людям большое. Несмотря на увечья, многие участвуют в чемпионатах и паралимпийских играх. Академическая гребля, бег, хоккей, триатлон, плавание. Список можно продолжать бесконечно. В силе духа этих людей можно позавидовать. Все они ветераны боевых действий, герои России, о которых мы должны знать. Все эти люди – самые настоящие герои нашего времени. За плечами огромный опыт и, безусловно, им многое пришлось пережить. И сделали они это достойно. Судьба каждого связана с трагическими событиями. Но эти люди не сдались. И сейчас они пример выдержки и самообладания. Они своим примером показывают, как нужно людям жить, как нужно стремиться, что ничего невозможного нет. То есть все у нас в голове. Нет никаких ограничений. Любые ограничения, физические недомогания – все в голове у человека. Все можно превозмочь, если этого хотеть. Чтобы подробно узнать о каждом герое, нужно отсканировать QR-код и перейти по ссылке. Все фотографии сделаны в Крыму известными фотографами. В своих работах им удалось передать мужество и оптимизм каждого. Благотворительный фонд «Память поколений» уже третий год устраивает такую выставку. Герои России, какими их не видел никто, это проект, который больше направлен на имидж фонда, скажем так. То есть мы через него пытаемся сформировать новый образ ветеранов среди общественности. Потому что хочется показать, что ветераны, они бывают и другими. Основная деятельность фонда – это оказание помощи ветеранам боевых действий. В России их около полутора миллиона человек. В прошлом году высокотехнологичную помощь получили более семи тысяч ветеранов. Ксения Шарапановская, Алексей Семенов. Утро нового дня. Спасибо огромное за сюжет. Действительно, фото-выставка есть. Вы, я думаю, поняли, где она находится. Это улица Карномарса, пересечения улицы Пушкина. Но я предлагаю из Симферополя переместиться в Севастополь. И особенно это актуальная информация для автомобилистов. Знаете, что там на путепроводах вводится ограничение до 40 и 50 км в час. Как ты понимаешь, там будет знак висеть, где 40, где 50, ну почти везде. Поэтому будьте предельно внимательны. С 15 февраля вводится это ограничение. И что важно, будет запрет движения транспортных средств массой более 25 тонн. Поэтому тоже следите обязательно. В Севастополе очень много камер автоматической видеофиксации, нарушений, фотофиксации. Поэтому, я думаю, там место вдруг... Да, письма счастья уже приходят людям, поэтому нужно быть осторожными. Тебе уже приходилось что-то? Нет, слава богу, нет. Счастливчик. Ну а пока давайте посмотрим, что же было в этот день в истории. Хоронограф. 12 февраля 1884 года нью-йоркский торговец канцелярскими товарами Льюис Уоттерман изобрел и запатентовал систему капиллярной ручки для письма. Она и стала прообразом всех современных авторучек. На сегодняшний день стоимость самой дорогой составляет 730 тысяч долларов. 12 февраля 1955 года было принято постановление о создании первого и самого крупного в мире космодрома Байконур, который расположен на территории Казахстана. Именно отсюда стартовал первый искусственный спутник Земли, и Юрий Гагарин полетел в космос. Позднее были запущены пилотируемые космические корабли и орбитальные станции. 12 февраля 1809 года родился автор современной теории эволюции Чарльз Роберт Дарвин, английский натуралист и путешественник. Дарвин первым высказал предположения о происхождении человека от животных. Его теории были признаны учеными еще при жизни. Занимает четвертое место в списке 100 величайших британцев в истории. 12 февраля 1881 года на свет появилась Анна Павлова, одна из величайших балерин 20 века. Исполняла сольные партии в классических балетах «Спящая красавица» Эсмеральда Жизель. Но визитной карточкой балерины стала знаменитая ныне миниатюра «Умирающий лебедь», которую для Павловой поставил реформатор классического балета Михаил Фокин. Она показала русский балет миру и сделала его достоянием мировой культуры. В Лондонском театре до сих пор есть два места, на которые не продаются билеты. Они предназначены для призраков Анны Павловой и актера Айвора Новелла. 12 февраля 1809 года в США родился Авраам Линкольн, считается лучшим президентом Соединенных Штатов за всю историю этой страны. Широко известен благодаря закону о холмстедах. Каждый американец получал право на земельный участок. Его президентство построено на трансконтинентальной железной дороге. Но особое место занимает его деятельность по ликвидации рабства. 12 февраля 1947 года на Дальнем Востоке в горах Сихате Алинь произошло падение самого большого метеорита. Его общая масса составила около 70 тонн. На землю он упал в виде железного дождя. При землении небесного тела наблюдали множество свидетелей в Хабаровском и Приморском краях. На месте падения собрали 27 тонн осколков, что позволило досконально изучить структуру пришельца из космоса. А вот метеориту. Для того, чтобы передвигаться по космическому пространству, бензин не нужен. Нам нужен. Давайте прямо сейчас узнаем, какова ваша цена на сегодняшний день его. Итак, начнем мы все-таки не с бензина, а с газа. На сегодняшний день он стоит 28 рублей 19 копеек. Дизельное топливо 51 рубль 27 копеек. 92 рубль 47 рублей 17 копеек. 95 рубль 50 рублей 21 копейка. И 98 бензин 56 рублей 20... Ой, 56 рублей 59 копеек. 5, 6, 5, 9. Цифры интересные. Смотрите, шестерку переверну. А ты еще любишь, да, наблюдать? Да, я постоянно, друзья мои, как не смотрю на эти цифры, что-то везде мне мерещится и что-то видится. Но, между прочим, я вот подумал, если метеорит упадет на землю, и ты его нашел, это штука такая дорогостоящая, и можно выручить за него, если, в принципе, он такой огромный, объемный, можно выручить за него даже миллионы долларов. А вот доллар-то сколько стоит сегодня? Давайте прямо сейчас и узнаем. Итак, на сегодняшний день курс доллара 65 рублей 65 копеек, евро 74 рубля 32 копейки. Как вы видите, доллар падает, евро падает. Это означает, что рубль у нас крепнет, а это уж точно нас радует. А еще нас очень радует, что более 340 миллионов рублей в 2019 году будет выделено из федерального и республиканского бюджета на поддержку предприятий животноводства в Крыму. Это означает, что будут развивать наше сельское хозяйство, и действительно будут свежее молоко, свежее мясо и прочие какие-то продукты у нас собственные, крымские, которые будут только для нас, я надеюсь. Ну, мне кажется, действительно, поддержка необходима, поддержка нужна, поскольку регион у нас молодой, необходимо такое развитие, необходим прорыв, как говорится. Ну, и еще необходимо поддерживать и сферу культуры. И в связи с этим давайте посмотрим, куда же можно отправиться сегодня, на что посмотреть прямо сейчас в афише. Сегодня в Крымском Академическом Русском Драматическом Театре имени Горького на новой сцене культовая постановка «Вешние воды». Как не предать свои идеалы, когда нас постоянно чем-то соблазняют? Главный герой мог бы вызывать отвращение, но кто не поддавался искушению? Одно из самых лиричных произведений Тургеньева. Начало в 19.00. В это же время на камерной сцене Театра имени Горького театральная постановка «Муж и жена». Любовный треугольник, который в очередной раз заставляет задуматься о том, что значит любить и можно ли прощать. Настоящая комедия от классика драматургии Александра Федора. Начало в 19.00. «Зеленая книга» – комедийная биографическая драма о двух противоположностях. Один – утонченный, богатый музыкант-интеллектуал, второй – вышибала, который не умеет пользоваться столовыми приборами. Фильм о дороге, одиночестве и расовых неравенствах Америки 60-х годов. Совместная работа оператора Шона Портера и композитора Криса Бауэрса окунает джазовую атмосферу того времени. Фильм основан на реальных событиях. Удобное время вы можете выбрать самостоятельно. Добрая и трогательная история о семейной паре, которая решила усыновить ребенка, но по стечению обстоятельств получила вместо одного – троих. С этого момента их жизнь меняется кардинально, и начинаются приключения теперь уже по-настоящему большой семьи. Фильм для действительно уютного домашнего вечера. И хотя в описании говорится, что это комедия, но на деле это трогательная драма о том, что семья – это самое важное в жизни каждого человека. Поторопитесь, сегодня последний день показа картины в кинотеатрах. Очень необычные новости пришли к нам из ФИД. Дело в том, что там объявили акцию в барбершопе, решили… Барбершоп – это новая парикмахерская для мужчин, где стригут только мужчины и делают им какие-то замысловатые прически из 60-х. Так вот, и сказали… Почему? Что это такое? Я не понимаю. Да барбершоп – это очень хорошая штука, друзья. На самом деле смысл в том, что это своеобразно даже клуб мужской. Там можно и пообщаться, и, да, в общем, сделать все, что угодно. Ну, главное – постричься. Ну, а почему тогда всех мужчин стригут одинаково в этих барбершопах абсолютно? Несмотря ни на лицо, ни на выражение этого лица все равно. Говори, говори, носили все. И сказали, сделали акцию, что можно платить сколько ты захочешь. И что самое удивительное, что люди платили по 50, по 100 рублей. Вот тогда гневный администратор сказал, да что же это такое, да мужчины, да вы так хорошо одеты, вы на таких машинах приезжаете, то есть что же вы за скупердяи такие, а ее взяли и уволили. Мораль какая, что… Правильно. Нечего женщине делать в барбершопе. Вот какая мораль. Не, на самом деле, я считаю, ну, действительно, 50-100 рублей за стрижку, тем более, когда мастера хорошие стараются. Но с другой стороны, то есть сказали, плати сколько хочешь, заплатили сколько хотят мужчины. То есть тут тоже нужно как-то внимательно быть к этому моменту, что либо нужно действительно не скупиться и не жалеть, либо не нужно таких акций делать, а потом обвинять людей, что что-то идет не так. Да, необходим баланс, необходимо инь и янь. А то попадете, во-первых, в наши уста, я бы так сказал, то есть мы можем о вас рассказать, а может быть и новости из интернета, вот следующий наш сюжет, тоже там что-то интересное такое попадется. В Петербурге придумали кардинальный способ борьбы с сосульками. Как гласит известная поговорка, против лома нет приема. Остается открытым вопрос, кто это все будет восстанавливать? На территории Венесуэлы упал метеорит. Неизвестный яркий объект зафиксировали десятки объективов. Падение небесного тела спровоцировало возгорание травы. Информация о разрушениях не поступала. Нильсон Изайас, создатель самого доброго YouTube-канала. В своих видео он рассказывает о том, как ухаживать за садом, либо же просто ест. Но главное, выписывает имена подписчиков в блокнот и читает их на камеру. При этом очень обижается, если в комментариях люди оскорбляют друг друга. Минобороны опубликовала видео посадки вертолетов К-27 на палубу кораблей Балтийского флота. Упражнение выполнялось в дрейфе и на ходу, в светлое и темное время суток. Летчики также отрабатывали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками противника. Охотникам за торнадо удалось сделать удивительные кадры. Смерч появился прямо из радуги. Видео впечатляет, но каково было находиться там? Ведь предугадать, в какую сторону пойдет торнадо, невозможно. Подборка так подборка. Действительно неожиданно. Смерч, торнадо, радуга. От сосулек до торнадо получилось. Ну, друзья мои, давайте прямо сейчас потихоньку перемещаться на гостевую студию, поскольку у нас уже есть гость. Это Тарас Сергей Иванович, председатель общественной организации Объединенный Крымский Союз Ветеранов Афганистана и других локальных войн, воинов-интернационалистов. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. 15 февраля, да, 30-летняя дня вывода войск из Афганистана. Какие-то уже мероприятия запланированы? Рассказывайте, что будет. Есть распоряжение главы республики, представителя Совета министров республики Крым, Аксенова Сергея Валерьевича, о проведении мероприятий, посвященных 30-й годовщине вывода войск, советских войск из Афганистана. Он у нас называется День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Уже по ряду регионов на местах ребята уже проводят мероприятия, связанные с этой датой, годовщиной, это юбилейная дата. Вот 9, вернее, 15 февраля в 9 часов у нас традиционное возложение цветов к памятнику воинов-алганцев в Симферополе. Будут делегации со всего Крыма, наших ребят, которые участвовали в боевых действиях в Афганистане. И в 10 часов в театре на площади Ленина будет торжественное собрание и праздничный концерт. Также на площади планируется показ боевой военной техники, образцы которой принимали участие в боевых действиях в Афганистане. А много крымчан принимало участие? Свыше 5000 человек, крымчан, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане. А вот вы лично проводите этот день, 15 февраля, я так понимаю, и на официальные, естественно, мероприятия ходите? А еще? У нас запланированы и уже провели уроки мужества. Сегодня в КФУ будет проведена конференция, посвященная 30-х годовщине вывода в ООС из Афганистана. Я уже сказал, что проводятся мероприятия по районам, по городам. Вот 16 числа, например, в Кировской организации будет, 14 числа Бочесарай проводит. То есть руководство республики, руководство муниципальных образований, поселений очень трепетно относятся к этой дате и вообще к нашим датам, которые мы проводим как общественная организация. То есть помимо вывода ООС из Афганистана, это и знаменательные даты, это 28 мая, день пограничников, 2 августа, день ВДВ. То есть те мероприятия, которые общественно значимы и общественно политически значимы, мы проводим, принимаем активное участие, где непосредственно сами, а где и с помощью органов власти и местных ребят проводим такие мероприятия. Вы сказали, уроки мужества, это проводится для студентов в основном? Для студентов, для школьников. У нас Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана объединяет в себе общероссийские организации, такие как Боевое Братство, Российский союз ветеранов Афганистана, Инвалидов войны в Афганистане, Кадесское Братство. То есть, чтобы не было, будем говорить, разнобоя и действовали единым сплоченным коллективом, была создана в 2014 году Организация Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана. Вот урок мужества. Мне интересно, когда вы приходите в школу, как вообще дети реагируют сейчас? Они знают хотя бы о том, что вот были такие события? Или же это что-то новое? Ну, чтобы они знали, мы и проводим эти уроки мужества. Я хочу сказать, что когда проходила Крымская весна, и 23 февраля день создания народного ополчения, ветераны Афганистана одни из первых стали в ряды народного ополчения, и радовало то, когда была запись, очень много было молодежи. То есть, та работа, мы же проводили работу не с 2014 года, а с момента вывода советских войск, то есть первые организации начали образовываться в 1987 году, еще до вывода советских войск. То есть, организовывались клубы, потом общественные движения, а потом уже общественные организации. И в Крыму мы такую работу проводили, и я хочу сказать, что не зря ее проводили. То есть, мы не допустили здесь вот этих майданов, и когда пришла прямая угроза Крыму, то вместе с нами, с ветеранами Афганистана, с ветеранами МВД, с ветеранами вооруженных сил стали на защиту Крыма и молодежь. И в наших рядах, в нашей эроте афганской было очень много молодых ребят. То есть, насколько я понимаю, ветераны Афганистана, они сплоченные, постоянно в основном поддерживают связь друг с другом, знают? Не в основном, а поддерживаем связь друг с другом, поддерживаем друг друга в бытовых каких-то вопросах, в социальных вопросах. То есть, это не только во время каких-либо праздников? Нет, абсолютно нет. Это каждодневный, ежедневный. Это большой труд, это общественная организация. Она, будем говорить, не коммерческая. То есть, мы не имеем никакой здесь выгоды. А действительно, работаем для того, чтобы поддержать наших ребят, поддержать членов семьи погибших, инвалидов. То есть, работаем для того, чтобы ребята не чувствовали себя брошенными после вот этих всех событий. А вот 15 февраля для вас, что это за дата вообще, отлично? Лично для меня 15 февраля. Я заменился из Афганистана в апреле 1987 года. И, конечно, очень много ребят знакомых, я кадровый военный, очень много ребят знакомых, которые прошли через афганскую войну. Вот хочу сказать, что с нашего взвода из 27 человек, 22 человека были в Афгане. И с многими из наших ребят, однокашников, я встречался на земле Афганистана или в Ташкенте на пересылке. То есть, мы друг о друге знали, и, конечно, это была большая радость, это было облегчение от того, что наконец-то закончилась война. То есть, не будет груза 200. И, к сожалению, и это, конечно, и трагическая дата для нас, потому что в этот день мы всегда вспоминаем наших ребят, которые вместе воевали, вместе служили, и которые не дожили до сегодняшнего дня, которые погибли на земле Афганистана, которые умерли от ран, которые умерли уже в мирное время от всех этих болезней, которые были приобретены на территории Афганистана, к сожалению. Но это и героическая, и трагическая дата для нас. А много ли крымчан не вернулось? 191 человек у нас не вернулись из Афганистана. Погибли, да. Выполняют свой долг. Да, вот так 15 февраля, действительно, дата, с одной стороны, и радостная. Ну, когда, известные слова, это праздник со слезами на глазах. Друзья, 15 февраля, очень много мероприятий состоится, обязательно принимайте в них участие. Ну, а нам пора продолжать дальше. Спасибо огромное за то, что вы к нам пришли в гости. Крым онлайн продолжает наш эфир. Спасибо. Крым сейчас напоминает большую стройку. Дороги, больницы, дома. Водители в соцсетях жалуются на опасную езду строительной техники. Многотонные машины подрезают, обгоняют, пытаются проучить лиховушек. Пользователи считают, что водители стремятся заработать, сделав больше рейсов. В итоге подвергают опасности и себя, и других участников движения. Новый парк на мысе Фиолент стал местом притяжения. Подъездные пути не выдержали наплыва посетителей и начали образовываться пробки. В комментариях отмечают, что припарковаться поблизости сложно. Особенно на скопление автомобилей жалуются жители ближайших домов. Симферополь-Гагаринский парк. В интернете жалуются на детскую площадку. Еще осенью, во время спила деревьев, ее повредили. Пользователи отмечают, что кататься на такой горке опасно и очень ждут, когда все восстановят. Трасса Алушта-Судак. Автомобиль с двумя взрослыми и двумя детьми съехал в Кювет. Одному ребенку нет еще и двух месяцев, никто не пострадал. Комментируя, большинство ругают водителей. Судя по всему, скорость не была безопасной. Ленинский район. Съезд Ставриды на поселок Семисотка. Здесь, как говорится, без комментариев. Что вас вдохновляет на поэзию? Некоторых – грязные троллейбусы. Автор стихотворения неизвестен. Сяду я в троллейбус, гляну за стекло. То ли ночь настала, то ли в глазах темно. Как бы остановку мне не пропустить? Почему бы водителю троллейбус не помыть? Мне кажется, ты сам придумал этот стишок. Нет, ну слушай, я бы не смог, я бы не смог. Но людей, некоторых действительно, если вдохновляют, например, грязные троллейбусы, а некоторых, может быть, вдохновит Даяна? Это, может быть, станет настоящей музой? А кто же это такая? А кто это такая, Даяна? Давайте прямо сейчас посмотрим на эту крошку. Даяна – молоденькая, очень умная и красивая собака. Она подойдет для любой семьи, которую будет любить и защищать. Привита, стерилизована. Звоните. Плюс семь девять семь восемь 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 шестьдесят три одиннадцать ноль три. Хорошая новость для симферопольцев. И нужно срочно приготовиться и выбрать, какое же место вам нравится больше всего. Но давайте я вернусь все-таки к новости. С 11 по 26 февраля проведут рейтинговое голосование по отбору общественных городских территорий для благоустройства в 2020-2021 году. На выбор предложено 11 территорий. И это, например, сквер имени Сергея Радонежского. Радонежского. Улица Жуковского и Карла Маркса. Я даже не знала, что он так называется и что он там есть. Екатеринский сад, улица Ленина. Микрорайон Белая, четыре. Общественная территория там находится, ну, где-то в районе пресечения улицы Березовой и Азизлер. Территория микрорайона Марина-2, территория микрорайона Фонтаны, территория улицы Маршала Жукова, роща Дома культуры Паравсоюзов. В общем, мест там очень много. Главное теперь их выбрать. И я думаю, что мне кажется, нужно выбрать какое-нибудь место, которое нужно максимально облагородить, чтобы оно вот радовало. И было... Ну, потому что Екатерининский сквер, он и так красивый. Возможно, он даже самый красивый сейчас во всем городе, потому что там все так благоустроено, эти фонтаны. Ну, там вот возле него немного, понимаешь, вот именно сада Екатерининский, может быть, не хватает. Ну, хотя, действительно, если уже есть место, где можно прогуляться, где можно насладиться хорошими видами, то, в принципе, лучше, да, лучше еще развивать в каких-то точках сайферов. Пусть будет точечная какая-то... То есть мы агитируем за уже какие-то определенные... Нет, друзья, все-таки это ваш выбор, давайте, давайте все-таки сами выбирайте. Ну, а есть места, между прочим, которые уже являются нашим достоянием, можно и настолько громко даже сказать. Это, в частности, аэропорт Симферополь, и он вошел в пятерку комфортных для туристов. Один из сервисов бронирования авиабилетов сказал, что наш аэропорт находится на четвертом месте. Получается, что 18% опрошенных проголосовало за аэропорт Симферополь. И Пулково на первом месте 26, далее Шереметьево, Домодедово, Внуково и Сочи. Получается, на пятом месте наш даже. Ну, я думаю, что они, наверное, брали города скорее, поэтому на четвертом. То есть, да, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Симферополь. Да, все правильно, все правильно. Ну, в общем-то, неважно. Главное, что в пятерку мы входим лучших авиагаваней России. И это, что самое важное, не по мнению каких-то экспертов или кого угодно. Это как раз-таки по мнению, да, не британских ученых, а людей, которые там бывали. Ну, а прямо сейчас нам пора следовать дальше. И давайте же посмотрим. Следующий сюжет как раз-таки о подземных переходах. На ваших экранах. Администрация Симферополя серьезно взялась за подземные пешеходные переходы города. Как минимум 18 из них нуждаются в ремонте. Сейчас тоннели под проезжей частью не соответствуют требованиям МЧС. Об антитеррористической защищенности тоже можно только говорить. Пешеходные переходы ожидают новая жизнь без киосков и ларьков. Мы решили узнать, какой интерьер здесь будет. В тоннеле на Куйбышевском рынке рабочие уже выравнивают стены, меняют осветительное оборудование. Ремонт ведется в ускоренном темпе. На самом деле мы затягивать не будем. Работы ведутся интенсивно. Сегодня всего лишь четвертый день работы, еще 2-3 дня. И мы, скажем так, будем резать красную ленточку. А здесь планируется, вы сказали, розовый фонар. Да, да, светлые, радужные, какие-нибудь веселые тона. Девчачий переход? Может и девчачий, кому как нравится. В переходе очень холодно, руки замерзают моментально. Кажется, при таких погодных условиях ремонт делать невозможно. Как вы думаете, за 3 дня здесь возможно отремонтировать? Ну, мы думаем, да. Рассчитываем на это. Рассчитываем на это, да, что за 3 дня сделаем. Но вы хоть не круглосуточно будете работать? Нет, конечно. А вот розовые тона вас еще не посвящали? Будут по всему пешеходному переходу? Или вот только где-то стены, потолки? Стены будут розовые, потолки белые. Теперь самое главное выяснить у симферопольцев, что они ожидают здесь увидеть. Ведь в переходе торговали всем, чем угодно. Это был почти рынок со своими порядками и правилами. Заодно горожане пофантазировали, что еще могло бы появиться на месте киосков. Сейчас здесь делают ремонт и хотят вместо киосков разместить контактный зоопарк. Как вам такая идея? Каналстан. Честно, я не могу сказать. Вы считаете, что пешеходный переход? Можно сделать контактный зоопарк. Да. А что? Какая-то изюминка. А сейчас здесь планируют сделать массажный салон. Скажите, вы будете ходить перед работой на массаж пешеходный переход? Как вам такая идея? Ну, идея, наверное, хорошая, но я не буду. Ну, можно было бы здесь разместить массажный салон. Ну, да. Здесь хотят сделать такой девочковый интерьер в розовых тонах. Как вам это идея? Опять загородят, что ли? Нет, просто все будет розовое. Нет, ну это пожалуйста. Ну, только я имею в виду цвет розовый, а не состояние души розовое. Вы поняли, что я имею в виду? Потому что мне феминистый, не нравится. Должно быть равноправие, чтобы мы любили друг друга. А вот здесь еще предлагают сделать, например, массажный салон, чтобы люди перед работой могли заскочить на массаж. Как вам такая идея? Ну, как по мнению, не совсем удобно. Массажный салон в пешеходном переходе. Идея не очень. А, например, контактный зоопарк? Это было бы здорово. Детей здесь много, тем более здесь детский парк рядышком. Я думаю, было бы здорово. Раньше в пешеходном переходе можно было сделать много полезных дел. Починить, например, часы или мобильный телефон, или что-то купить для любимой, какой-то подарок. А сейчас этого нет. Что теперь делать в пешеходном переходе? Пешеходные переходы вообще должны быть чистые. Пусть лучше музыканты играют в песни. Так здорово, когда идешь в грустное настроение. И вдруг раз, заходишь в пешеходный переход, какая-то песня, и так здорово звучит. И эхо такое, акустика. Ну вот симферопольцы и предлагают здесь делать караоке-бар, чтобы можно было прийти сюда, попеть и пойти дальше на работу. О, совершили колбаса. Контактный зоопарк, массажный салон или караоке-бар. Симферопольцы рады будут любому решению. Но выбор остается за городской администрацией. А там уверены, что тоннели под проезжей частью должны быть в едином стиле, освобождены от бутиков и лотков и предназначены для свободного прохода пешеходов. С Илья Салямова, Дмитрий Волк. Утро нового дня. Что бы хотел, чтобы в пешеходном переходе было? Я бы хотел, чтобы в пешеходном переходе был пешеходный переход и все. Как и городские власти, ты решил. Я поняла. Хорошо. Действительно, это очень хорошо, когда есть свободное место для того, чтобы пройти. Тем более, наверняка, возможно, почти нет ливневки, не будет пешеходные переходы затапливать. Как, например, в Ялте. Была такая проблема, действительно, когда вода поднималась на очень высокий уровень и невозможно было переходить на другую дорогу. Но надеемся, что скоро это все исправится. Ну, а прямо сейчас мы попробуем связаться с нашим корреспондентом. Артем Андроновский потихоньку, я так понимаю, выходит на связь. Доброе утро, Артем. Рассказывай, где ты? А мы видим на площади Ленина. Что там происходит? Доброе утро, студия Никита, Алиса. Доброе утро и всем тем, кто смотрит с нас прямо сейчас. Вот хотелось бы мне сказать, что завидую вам. Сидите в теплой светлой студии, но нет. Не сегодня, а все почему. Да вы только посмотрите, какое прекрасное ясное небо. Вот там вот где-то розовым начинается уже восход. Действительно, на улице сейчас замечательно. И это заметил не только я. Симферополь по-настоящему ожил. Ну, людей гораздо больше, чем обычно. Ну, все-таки так светло, грех не выйти пораньше. Теперь давайте поговорим немного о погоде. Уверен, что вы хотите, чтобы я рассказал вам, как на улице. А на улице замечательно. 6 градусов по Цельсию. В принципе, довольно-таки тепло. И вот прямо сейчас в прямом эфире битва человека с машиной. Интернет утверждает, что на улице приблизительно ощущается как 3 градуса. Нет, совершенно нет. 6 градусов ощущаются как 6 градусов. А все дело в чем? Потому что, видимо, солнышко уже встало и постепенно начинает прогревать землю. Но земля еще холодная. Поэтому все-таки, друзья, одеваем шарф, одеваем пальто. И, возможно, ботинки пробирает, скажем так, от голени до ключиц. Если понимаете, о чем я. Что касается ветра, его фактически нет. Вот 6 километров в час. Это, считайте, и не ветер. Но даже такой ветер нагонит облака. И, к сожалению, к обеду, когда температура поднимется приблизительно до 12 градусов, небо уже будет застелено белой пеленой. Надеемся, что это ненадолго. И надеемся, что все равно погоду это не испортит. Ждем солнышко. Потому что оно вот уже такой ранний костный. Хотелось бы, чтобы оно уходило в принципе. И внимательно смотрим, что же там дальше с погодой. И так и одеваемся. Но, опять же, рекомендую воспользоваться пальто, как минимум. Ну и, как минимум, теплой обувью. Потому что асфальт еще холодный. Я желаю вам хорошего настроения. И до скорой встречи в студии. Спасибо, Артем. А теперь нам, наверное, стоит узнать о том, не как ощущается, а какой действительно будет погода на полуострове, на полностью всем полуострове. Прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Двузначные в основном числа с отметкой плюс. Ты понимаешь? Погода-то какая хорошая, февральская. Ну, хотя уже, что в феврале? Уже совсем скоро весна. Пережили уже самые страшные эти три месяца. Для меня ноябрь это самый страшный зверь. Потому что он только предвещает того, что нас ожидают. А я тебе скажу чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, чтобы, не знаю, там, не сглазить, по дереву постучу. Ты знаешь, капризная такая погода в Крыму, что нельзя говорить пережили. Потому что весной может быть а-та-та такое, что мы все обалдеем. Ну, надеемся, что этого не будет. Погода действительно будет нас по-настоящему радовать. Но вот мы только что, да, были, например, в центре Симферополя. Артем Андроновский нам показал, что там происходит. Прямо сейчас мы предлагаем переместиться в район поселка Гресс. И мы видим, что там уже достаточно оживленно, что, в принципе, логично для этого времени. Мы видим там потрясающий рассвет. Посмотри на небо. Все, в основном, да, начинают передвигаться в эту сторону Симферополя. Да, рассвет есть. Ой, красиво. Очень красиво. А куда еще можем отправиться? Давайте, да, потихоньку сейчас попробуем передвинуться дальше. Ну, вот, в частности, Евпатория. Евпатория в районе центрального ЖД вокзала. Сейчас потихоньку камеру настраиваю. Вот. Вот такая вот интересная у нас, друзья, картина в Евпатории. Транспорт движется, люди идут. А нет, они, точнее, стоят, которые можно будет перейти, поскольку светофор, я так понимаю, красный. Но это район ЖД вокзала. Снова-таки мы уже железную дорогу затрагивали и говорили о том, что... Но сейчас, да, сейчас мы понимаем, что в основном ходят пригородные поезда, электрички. Это дело такое. Тем не менее, посмотри, очень оживленные. Железная дорога оживет. Да я даже не представляю. Представляете, что там в Евпатории, например, насколько будет хорошо и доступно передвигаться люди там из Москвы, да из любого угла. Я хотел сказать из Владивостока. Да, но Владивосток далековато, в принципе. Поэтому ты резко в Москву решил перескочить. Да, в Москву, думаю. Кстати, мне это очень сильно напоминает. Дело в том, что некоторый поисковик информации сделал очень необычное приложение, когда при помощи камеры можно передвигаться. Это будет навигатор, и там будут только стрелки. Но работать она будет недолго для того, чтобы смартфон не терял заряд батареи слишком большой. И еще по мерам, и по каким-то соображениям безопасности, чтобы у человека не был все время с телефоном. Но это очень здорово. Ты потерялся, включил камеру, и у тебя стрелка показывает, куда тебе необходимо выйти. А, то есть такой получается навигатор дополненной реальности. Дополненной реальности. Да, да, да. Слушайте, ну все, ну 21-й. Представляешь, например, ладно ты со смартфоном, например, а если ты там очки специальные какие-то надел? Ну, видишь, с очками пока что еще что-то не получается, то какие-то конфиденциальности меры нарушаются, то еще поэтому я думаю, что пока будем наблюдать за всем тем, что происходит. Но мне кажется, главное, что не надо бояться технологий, потому что наверняка их можно будет бояться, только если они попадут в плохие руки. А я вам скажу, что технологии... А сами в себе они ничего плохого не несут. Да, они ничего плохого не несут, но тем не менее, технологии, они нам помогают, помогают жизни, да, действительно. Но все-таки есть какие-то вот настоящие вещи, например, путешествия, да, которые нам приносят, конечно, очень много удовольствия, и в том числе наблюдать за тем, как путешествуют наши коллеги, в частности, Артем Андроновский. Давайте прямо сейчас узнаем, куда же он отправился на этот раз. Говорят, что у природы нет плохой погоды, но в особо туманные и зябкие дни начинаешь невольно в этом сомневаться. Прямо сейчас мы отправляемся в одно из самых красивых мест полуострова – поселок Научный. Заодно и проверим. Это тот самый случай, когда дорога – отдельное путешествие. Плавный серпантин проходит по пологим склонам. Каждый поворот – новая смотровая площадка. Уже вблизи поселка над кронами вечно зеленых виднеются шапки обсерватории. Сразу видно – место непростое. На территорию поселка заехать не так просто. Пришлось в 5 минут пообщаться с охраной ушла к Баума. Но ничего, пешим ходом пройти вполне себе возможно, пропускают свободно. Охранять есть что. На территории обсерватории расположены 17 оптических телескопов. Но мы тут не за этим, по крайней мере сейчас. Наша задача – проехать сквозь поселок, как можно ближе к лесу. А дальше только пешком. Добраться до водоема можно двумя путями. Длинным, о нем знают все приезжие, он самый очевидный, но и самый простой. И более сложным, но коротким. Мы, как эксперты в путешествиях, пойдем коротким, но самым сложным путем. Короткий путь, хоть и сложнее, все же более живописный. Под опавшей дубовой листвой он прячется от глаз простого туриста. Идти приходится по памяти. Небольшой резкий подъем вверх, и вот мы уже на относительной вершине. Половина пути точно пройдена. Но нагрянул нежданный гость, начинает накрапывать дождь. Спящая зимняя роща непроходимой стеной стоит вдоль тропинок. Лес кажется настоящим лабиринтом. Места сливаются, а повороты путаются. Неудивительно, что достаточно скоро мы обнаружили, что идем не туда. Как быстро заскочили наверх, так быстро приходится и спускаться. Ошибся, путь неверный, и он вывел нас на долгую, но более простую дорогу. А вот что является настоящей проблемой, так это быстро усиливающийся дождь. Все начинаю подумывать о том, чтобы развести пламя и немного согреться. Костер бы сейчас не помешал, но путь еще не близкий. Придется потерпеть. Что же, снова перекресток, и я снова не знаю, куда идти. Благо на этот раз мы точно на вершине, сориентироваться будет проще. Хотелось бы, чтобы так и оказалось. Но, увы, у зимнего леса свои правила. Итак, краткое руководство по ориентированию незнакомой местности. Поднимаетесь на вершину, смотрите вниз, и понимаете, что сквозь густой лес совершенно ничего не видно. Главное, что есть ориентиры. Белый купол одного из телескопов видно и отсюда. С его помощью мы смогли сориентироваться и пойти на компромисс. Что тут скажешь? Природа многому учит и в чем-то даже делает мудрее. Пробираясь и путаясь среди тропинок короткого, но более сложного пути, мы в итоге вернулись на длинный, но более простой. Теперь-то это кажется не такой уж и плохой идеей. Все же стоит оценивать свои силы трезво. В итоге мы потратили куда больше времени, чем хотели сэкономить, пробираясь через вершину. Простой путь, хоть и более длинный, зато надежный. Я точно знаю, что теперь мы отправляемся прямиком к озеру. А дальше дело за малым. Прямо по вытоптанной тропинке. В полном спокойствии, наслаждаясь гармонией спящего леса. По всей видимости, это не что иное, как пожарный водоем. Об этом говорят технические трубы. Дальше интереснее. Задерживаться тут смысла нет. Тут важно вовремя свернуть направо, совсем недалеко от первого водоема. Потом вниз. Дождевая вода тихим ручьем размыла тропинку. Идти приходится по грязи. Но там внизу, как оказалось, нас ожидало нечто удивительное. Картина, которую не ожидаешь увидеть в самый разгар февраля даже в Крыму. Свежая, зеленая, травянистая поляна. По всей видимости, питаемая благой с озера. А дальше, сквозь дубовые ветви, уже виднеется наша цель. Ну вот и конец нашего пути. Теперь можно выдохнуть. Дождь прошел позади, и то, как мы потерялись где-то там, наверху. Все, что хочется сделать сейчас, это присесть у костра, согреться и насладиться прекрасным видом. Но костер нужно еще соорудить и поджечь. Интересно, получится ли. Дождь намочил все дрова и землю. Для начала нужно сделать само кострище. Для этого подойдут любые камни, либо большие бревна. Вдоль всего берега разбросан песчаник. Его осколки отлично подошли. Не менее важной частью является материал для розжига. Подойдет что угодно, от мха до парафиновой свечи. Знатоки могут использовать и щепки, добытые из сухой древесины. Но я был предусмотрительным и взял с собой немного плотной бумаги. Наша немного отсырела. Не мудрено. Здесь внизу воздух невероятно влажный, но совсем не холодный. Предпоследний, но чуть ли не самый главный пункт. Дрова. Благо мы находимся в лесу и легко сможем найти все, что нам нужно. Почти все влажное. Лишь некоторые ветки, спрятанные под голыми, но все еще плотными кронами деревьев остались сухими. Несколько дров нам все же удалось найти. И финальный, самый главный элемент. Огонь. В нашем случае это спички. Тепло и еда очень быстро восстанавливают энергию. Согревшись у костра, смотришь на место привала совсем другими глазами. Затраченные силы окупились моментально. Здесь потрясающе красиво. Сквозь тишину пробиваются призвуки февральского леса. Шум и гамм цивилизации остался там, позади. Здесь, в царстве и покоя, ты просыпаешься и набираешься сил. Путь важен не меньше, чем пункт назначения. Сегодня мы в очередной раз убедились. У природы совершенно нет плохой погоды. Холодный и сырой февральский лес встретил нас очень гостеприимно. Всюду отзываясь пением птиц и шумом воды. Слышите? Так звучит родной край. Мы вернулись к вам. Это второй час нашей программы. И мы, конечно же, очень рады вас приветствовать, если вдруг вы только-только к нам присоединились. Или тем, кто уже выбежал на работу, потому что мы к девяти. Мы желаем хорошего пути и удачного рабочего дня. Доброе утро, друзья. Восемь часов, пора просыпаться. Кто только-только просыпается. Ну и пора уже просыпаться по-настоящему. Кто с семи утра нас смотрит. Потому что прямо сейчас информация, которая будет звучать, необходимо впитывать и поглощать. Ведь она действительно интересная. И она, что очень важно, актуальная. И расскажет ее вам Алиса Трояна. Я буду устами наших корреспондентов, которые готовили информацию. Так вот, мы есть. Начнем, конечно же, с хорошей темы. В этом году в столице Крыма откроют девять новых дошкольных учреждений. К тому же изменится порядок оформления в детские сады. В своей очереди ожидают больше восьми тысяч маленьких симферопольцев. На каком этапе строительства долгожданных учреждений узнавала Елена Байрамова. В хорошую погоду в Гагаринском парке много молодых родителей. Сабрина Корниенко хотела отдать дочь в детский сад в два с половиной года. Но вовремя не подала документы. Шесть месяцев. Ну, поздновато, но все равно. По очереди даже не знаю, какие мы сейчас. Вообще даже в интернете не выбивают. Мне кажется, мы в садик пойдем в пять лет. У нас один вариант – это частная. Таких, как эта молодая мама, в Симферополе много. Марк Тайнов – юный воспитанник детского сада «Жар-птица». Сюда ходит всего неделю. Ушел. Спасибо. Тебя открыть? В очередь мы стали, когда нам исполнилось три месяца. Вот, нам сейчас два и три. Ребенка нужно обязательно ставить в очередь. И притом вовремя. И желательно с самого рождения. Чем раньше, тем лучше. Этому примеру последовала и Татьяна Мусихина. Мы ходим с 2015 года в садик. И сразу же, когда родились, получили документы и тут же поставили на учет. В то время, когда я записала ребенка на очередь, мы были 26-е. И попали по своему возрасту в три года. В крымской столице своей очереди в детские сады ждут больше 8 тысяч малышей от 3 до 7 лет. К решению этой проблемы власти подошли основательно. В этом году, благодаря федеральной целевой программе, начали строительство девяти дошкольных учреждений. Одно из них в районе маршала Жукова. Рядом с главным зданием возводят модульную пристройку. Строительство этого модульного детского сада началось в октябре прошлого года. Завершить работы планируют к сентябрю. Здесь могут принять дополнительно 100 малышей. Будет пять групп, в том числе и ясельная, в возрасте от 2 до 3 лет. Строители возвели металлические конструкции. Их покрывают специальным огнезащитным материалом. Безопасность на первом месте. Сейчас выполняются фасадные работы. В этом детском саду 345 воспитанников, а учреждение рассчитано на 250. Воспитатели и дети ждут открытия нового помещения. Если в группе должно быть в пределах 15 детей в ясельной группе, 20 в дошкольной, а их до 30, и в ясельной 20 с лишним, то, конечно, влияет. Меньше внимания уделяется детям. Открытие модульного детского сада даст возможность не только мамочкам отдать детей в детский сад, устроить пойти на работу. Рабочие места появятся дополнительные. Современные и безопасные детские сады на 260 мест и модульные сооружения на 100 появятся во всех микрорайонах Симферополя. К тому же процедура оформления изменилась. В этом году можно подать документы не только в одно дошкольное учреждение. Паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении, снился ребенка, и подойти или к нам сюда, на бульвар Франко 25, 313 кабинет, или в любой из объектов МФЦ, и стать в три дошкольных учреждения сразу. Мы уже промониторили детские сады, которые выпускают будущих первоклассников. Это более 4 тысяч первоклассников, которые идут. Вот 4 тысячи мест освободиться. Плюс введены будут в эксплуатацию сады. 80% очереди мы надеемся закрыть в этом году. На сегодняшний день в Симферополе самая большая в республике очередь в детские сады. Девять новых дошкольных учреждений, которые должны открыть к сентябрю этого года, изменят эту статистику в лучшую сторону. Елена Байрамова, Александр Смычек, Новости 24. Крым расцвел. В Никитском ботаническом саду проснулись редкие зимние растения. Даже в это время года посетителям есть на что взглянуть. Цветы с гималайских высот и азиатских равнин уже вовсю благоухают. Явление сезонное, но уникальное. Чем еще гостей радует Никита, расскажет Дарья Мададаева. Никитский ботанический сад в цвету. Листьев еще нет. А розово-красные бутоны уже распустились. Калина Фарера перепутала время года и расцвела. Обычно это происходит в марте-апреле. Но в Крыму все иначе. Удивляют посетители и абрикос муме. Символ весны и нового года в стране восходящего солнца. На полуостров он переехал более десяти лет назад. И если для крымчан цветущие зимой растения, картина скорее привычная, для туристов – редкость. Пахнет. Пахнет или мушмула, или что-то очень вкусное и сладкое. Мы только пришли и увидели две розы и подснежники. Понравилась сама культура парка, благоустройство и многовидовой состав растительности. Мало где такое встретишь в настоящее время. В восторге. Вообще очень понравилось все. Так что приедем еще раз к вам обязательно. Вечно зеленый кустарник сорко-кока со светлыми цветками пахнет, как дорогой парфюм. Некоторые зимние растения имеют целый букет ароматов. Для каждого посетителя он играет по-особому. Дерево зимоцвета ранее цветет в холодное время года. Растение уникально своим ароматом. Кто-то слышит запах сирени, кто-то цитруса. А я чувствую нотки жасмина. На одной территории собрана коллекция растений со всех континентов зоны субтропиков. Африки, Северной Америки, Австралии, Китая и Японии. На южном берегу Крыма они чувствуют себя как дома. Самое интересное время, которое ценят наши гости, это зима. Только зимой цветут растения с потрясающим диковинным ароматом. Это связано тем, что зимой мало насекомых. Зимний сад украшают бутоны роз, и это поляна подснежников. Крымская весна посетителей сада удивит не меньше. Никита Паразит коллекцией древовидных пионов с самой разной окраской. И парадом тюльпанов 300 сортов. Зарем Датаева, Александр Кровец, Новости 24, Большая Ялта. Ну и, кстати, далеко не уходя от темы растений, очень хорошая новость, потому что прокуратура добила судебного запрета на незаконное использование территории Евпаторийского дендрологического парка. Там был крокодиляриум, там были кафе. И все это необходимо свернуть, потому что необходимо только, чтобы там была деятельность, связанная как-то с растениями, чтобы с сохранением, по сохранению флористических объектов, а никак не крокодиляриум. Поэтому не будет его там закрыть. Ну и правильно. И аттракционов тоже там никаких не будет. Ну и правильно. Мне кажется, действительно, должны быть зоны специально для этого отведенные. И нечего там, где предназначена площадь для растений, нечего... Крокодилам делать. Крокодилам делать. Там должны быть растения все-таки. Друзья, ну а если следующие несколько минут предназначены в нашем эфире для афиши, то мы никак сопротивляться уж точно не будем. Прямо сейчас ее и посмотрим. Сегодня в Крымском Академическом Русском Драматическом Театре имени Горького на новой сцене культовая постановка «Вешние воды». Как не предать свои идеалы, когда нас постоянно чем-то соблазняют? Главный герой мог бы вызывать отвращение, но кто не поддавался искушению? Одно из самых лиричных произведений Тургеньева. Начало в 19.00. В это же время на камерной сцене Театра имени Горького театральная постановка «Муж и жена». Любовный треугольник, который в очередной раз заставляет задуматься о том, что значит «любить» и можно ли прощать. Настоящая комедия от классика драматургии Александра Федора. Начало в 19.00. «Зеленая книга» – комедийная биографическая драма о двух противоположностях. Один – утонченный, богатый музыкант-интеллектуал. Второй – вышибала, который не умеет пользоваться столовыми приборами. Фильм о дороге, одиночестве и расовых неравенствах Америки 60-х годов. Совместная работа оператора Шона Портера и композитора Криса Бауэрса окунает джазовую атмосферу того времени. Фильм основан на реальных событиях. Удобное время вы можете выбрать самостоятельно. Добрая и трогательная история о семейной паре, которая решила усыновить ребенка. Но по стечению обстоятельств получила вместо одного – троих. С этого момента их жизнь меняется кардинально и начинаются приключения теперь уже по-настоящему большой семьи. Фильм для действительно уютного домашнего вечера. И хотя в описании говорится, что это комедия, но на деле это трогательная драма о том, что семья – это самое важное в жизни каждого человека. Поторопитесь, сегодня последний день показа картины в кинотеатрах. А вот представляешь, такой фильм, просыпаешься, значит, ты с утра, подъезжаешь к заправке, а бензин там стоит миллион рублей, или наоборот, один рубль за один литр, ты представляешь? Один рубль за один литр. Вот это было бы счастье, друзья. Но пока стоимость топлива другая. И какая? Давайте узнаем прямо сейчас. Итак, начнем мы снова-таки не с бензина, а с газа. На сегодняшний день он стоит 28 рублей 19 копеек. Дизель стоит 51 рубль 27 копеек. 92-й бензин 47 рублей 17 копеек. Пятый бензин 50 рублей 21 копеек. 98-й бензин 56 рублей 59 копеек. Между прочим, автомобили – это такие вот уникальные явления, потому что они могут передвигаться на бензине, на топливо, на газе. Ну, естественно, необходимо мотор модифицировать. Можно даже и на дровах сделать. И, кстати, это самый дешевый будет вид топлива. А электричество? Электричество, ну, естественно. Ну, я думаю, за этим уже будущее. Есть даже на водороде. Ну, а все это делается для чего? Во-первых, для того, чтобы, естественно, сохранить экологию. Но и ваши деньги, друзья. Ну, а что касается финансов, прямо сейчас мы узнаем о том, сколько же стоит доллар. Доллар, он на данный момент у нас стоит 65 рублей 65 копеек. Снова-таки магия цифр. 65-65. Евро 74 рубля 32 копейки. Доллар падает, евро падает, рубль крепнет, соответственно, растет. Вот такие у меня новости на данную секунду, что касается мира финансов. Ну, ты прям магнат. Ты все определил и распределил. Бизнесмен. А теперь давай отправимся на секундочку в Гонконг. Совсем недавно, а именно вчера, ты рассказывал про то, что белые медведи... На новой земле. Да, пытаются проникнуть. А в Гонконге там просто экспансия дихихих кабанов. И самое ужасное, что власти не знают, что с ними делать, потому что, естественно, куда-то и что-то с ними страшное делать не хочется. Колбаску ты имеешь в виду? Не хочется этого делать. Не хочется, хорошо. И поэтому им приходится вывешивать таблички, что просьба не курить кабанов. Они думают, как бы так эти свои мусорные баки защитить. Потому что, когда туша, которая весит просто 100 килограмм и 2 метра в длину, вдруг накидывается на эти пожитки... Ты как обо мне говоришь, если честно. Ну, хорошо, продолжай, продолжай. Кабанчики вдруг выяснили, что, оказывается, рядом с человеком очень много еды может найтись, и неважно в мусорном баке или нет. И, ну, это действительно... Ну, пока что себя свинки ведут очень миролюбиво. Их чипируют, вот их стерилизуют, им вешают ошейники какие-то. Но в будущем это может все обратиться как-нибудь очень негативно. Поэтому власти думают, что же делать с этими свиньми. Они думали их отвезти на остров, но другая проблема. Кабаны умеют плавать. Если вдруг кто-то не знал, я не знала, откровенно. Ну, они умеют, но я думал, если далеко у острова, они же не смогут там переплыть несколько километров. Ты знаешь, если собачки могут, мы вспомним... Нет, Белого Бима я не буду вспоминать, потому что я заплачиваю. А как собаки возвращаются, так кабанчики-то ищут трюфель, то есть у них нюк еще лучше развит, чем у собак. Они найдут свой мусорник заветный где угодно, в любой точке земли. Особенно если это Гонконг. Да, ну я так понимаю, в каждом регионе, друзья, свои проблемы. И вот что касается Крыма, что же самое интересное обсуждают в социальных сетях о нашем полуострове, прямо сейчас посмотрим в следующем сюжете. Крым сейчас напоминает большую стройку. Дороги, больницы, дома. Водители в соцсетях жалуются на опасную езду строительной техники. Многотонные машины подрезают, обгоняют, пытаются проучить льхавушек. Пользователи считают, что водители стремятся заработать, сделав больше рейсов. В итоге подвергают опасности и себя, и других участников движения. Новый парк на мысе Фиолент стал местом притяжения. Подъездные пути не выдержали наплыва посетителей и начали образовываться пробки. В комментариях отмечают, что припарковаться поблизости сложно. Особенно на скопление автомобилей жалуются жители ближайших домов. Симферополь-Гагаринский парк. В интернете жалуются на детскую площадку. Еще осенью, во время спила деревьев, ее повредили. Пользователи отмечают, что кататься на такой горке опасно. И очень ждут, когда все восстановят. Трасса Алушта-Судак. Автомобиль с двумя взрослыми и двумя детьми съехал в Кювет. Одному ребенку нет еще и двух месяцев. Никто не пострадал. Комментируя, большинство ругают водителей. Судя по всему, скорость не была безопасной. Ленинский район. Съезд Ставриды на поселок Семисотка. Здесь, как говорится, без комментариев. Что вас вдохновляет на поэзию? Некоторых – грязные троллейбусы. Автор стихотворения неизвестен. Сяду я в троллейбус, гляну за стекло. То ли ночь настала, то ли в глазах темно. Как бы остановку мне не пропустить? Почему бы водителю троллейбус не помыть? В Крыму такой своеобразный символ – это наш троллейбус, которому стоит памятник. А в Москве собираются ввести беспилотный трамвай. И что самое удивительное, что он должен будет действовать и испытываться, естественно, без людей. Но там будет водитель. И система сможет вмешиваться только в двух случаях. Если она увидит как раз-таки какую-то опасность в виде человека на своем пути, либо если водитель будет ехать слишком быстро. И тогда система автоматически остановит трамвай. В нем вмонтировано около 20 видеокамер, если я не ошибаюсь. И до 10 радаров, что позволит максимально избежать всяких аварийных ситуаций на дороге. Да, интересно, интересно. Но вот я скажу, если вдруг у нас будут такие трамваи, да если вообще в Симферополе будут трамваи, и решат запустить их снова, то обязательно наши корреспонденты покажут вам первые. И в частности, Артем Андроновский прямо сейчас находится на улицах города и готов рассказать, что же там происходит в данную секунду в прямом эфире. Снова здравствуйте, студия. Снова здравствуйте. Посмотрите, насколько тепло, насколько свежо и насколько светло. Ну, потому что, как я уже говорил, солнце сегодня стало рано утром. Что вы хотели? Скоро весна. Скажите мне, пожалуйста, знаете ли вы, какой сегодня день? Не знаете ничего страшного, потому что я вам сейчас все расскажу. И не просто расскажу, а покажу. Дело в том, что сегодня не просто день, а день прокладывания тропинок. И не зря, потому что жителям этого дома, находимся мы на улице Жуковского, предстоит научиться прокладывать тропинки прямо через палисадник, потому что основной проход, сейчас мы к нему подойдем, заградило упавшее дерево. Дерево буквально вырвано с корнем. Кстати, между прочим, приехали службы по сообщениям жителей дома. И порезали ветки, но сложили их рядом. Дерево преграждает путь, и если житель хочет пройти к своему подъезду, то вот буквально всей ногой от голени до колена он врезается в порожший плечом ствол. Дерево лежит тут уже с 9-го числа. Ну что ж, надеемся, что прокладывание тропинок скоро закончится, и в ближайшее время это дерево уберут специальные службы, потому что, как вы видите, его уже начали пилить. Ну, в конце концов, будем надеяться, что кто-нибудь из местных жителей, возможно, распилить его и заберет на дрова, на дачу. Честно говоря, не знаю, как это здесь работает. Но, конечно, это не дело, это абсолютно не дело. Людям приходится обходить вот под балконами, под подъездами и идти дальше. Но, что вам сказать, проблемы с движением встречаются не только в палисадниках, но и на дорогах, потому что сейчас уже начинаются совсем небольшие пробки. Я предупреждал, что город проснулся пораньше, и уже в полвосьмого утра в городе было полным-полно машин. Сейчас их еще больше. Поэтому, если вы куда-либо спешите, обязательно собирайтесь. Надевайте, как я сказал, пальто, шарф, ботинки, садитесь в автомобиль, а еще лучше идите пешком. Главное, не опоздайте. И еще раз, хорошего вам настроения и дня. До скорых встреч опять. Спасибо, студия. Спасибо огромное, Артем. Артем, ну ничего из наших глаз не уйдет. Друзья мои, действительно, дерево, я так понимаю, упало, дерево распилили и оставили. А зачем увозить? Ну... Может, перегнет куда-нибудь? Нет, ну на самом деле, да, органический мусор, может быть, он действительно пригодил... Ну, это даже не мусор, это дерево. Может быть, он пригодился кому-то бы из местных жителей. У меня, например, очень долго дедушка квартиру утопил дровяной печкой, и он бегал по всему городу в поисках веточек, собирал их, и на тачечке возил домой, потому что... Ну, сейчас, сейчас все-таки нет необходимости. Поскольку дерево лежит, так бы уже разобрали бы, я так понимаю, местные жители его. Может быть, они не знают. Может быть, после сегодняшнего дня вдруг все отправятся в этот двор и своими силами... Нет, ну мы надеемся, что сделают все-таки коммунальные службы, те, кому необходимо это сделать. Ну, а между прочим, между прочим, вчера состоялось открытие уникальнейшей фотовыставки. Где это было, что происходило, прямо сейчас узнаем в следующем сюжете. Симферополь стал первым из российских городов, в котором открылась фотовыставка «Герои России», какими их никто не видел. Эти снимки порой шокируют, иногда вызывают слезу и всегда восхищение перед мужеством и героизмом. На них кто-то потерял ногу, спасая боевого товарища, кто-то подорвался на растяжке, обезвреживая мину, а кто-то был ранен при освобождении заложников. Я поражена, конечно, выставкой. Спасибо, кто это организовал. Вот, смотрю, и слезы пробиваются у меня. Когда читаешь о том, что люди сделали, поднимает дух патриотизма. Организаторам огромное спасибо за то, что у нас есть возможность индивидуально познакомиться с нашими героями труда, героями России. Вот побольше таких задумок верных, замечательных и добрых по существу. Я, например, специально приехала, чтобы посмотреть, честное слово. Ведь в этих строчечках вся их жизнь заключена. Боль какую-то вызывает. И спасибо этим людям большое. Несмотря на увечья, многие участвуют в чемпионатах и паралимпийских играх. Академическая гребля, бег, хоккей, триатлон, плавание. Список можно продолжать бесконечно. В силе духа этих людей можно позавидовать. Все они ветераны боевых действий, герои России, о которых мы должны знать. Все эти люди – самые настоящие герои нашего времени. За плечами огромный опыт и, безусловно, им многое пришлось пережить. И сделали они это достойно. Судьба каждого связана с трагическими событиями. Но эти люди не сдались. И сейчас они пример выдержки и самообладания. Они своим примером показывают, как нужно людям жить, как нужно стремиться, что ничего невозможного нет. То есть все у нас в голове. Нет никаких ограничений. Любые ограничения, физические недомогания – все в голове у человека. Все можно превозмочь, если этого хотеть. Чтобы подробно узнать о каждом герое, нужно отсканировать QR-код и перейти по ссылке. Все фотографии сделаны в Крыму известными фотографами. В своих работах им удалось передать мужество и оптимизм каждого. Благотворительный фонд «Память поколений» уже третий год устраивает такую выставку. «Герой России, какими их не видел никто» – это проект, который больше направлен на имидж фонда, скажем так. То есть мы через него пытаемся сформировать новый образ ветеранов среди общественности, потому что хочется показать, что ветераны, они бывают и другими. Основная деятельность фонда – это оказание помощи ветеранам боевых действий. В России их около полутора миллиона человек. В прошлом году высокотехнологичную помощь получили более семи тысяч ветеранов. Ксения Шарапановская, Алексей Семенов. Утро нового дня. Да, обязательно сходите, обязательно сходите. Я думаю, интересно там, уж точно. Ну а что еще интересно, то, что сегодня часть Симферополя останется без воды. Вот так, сегодня вторник, именно сегодня, да, действительно. Итак, с пяти часов утра до 17.00. То есть эти люди уже хорошо знают, что у них нет воды. А может быть, только кто-то проснулся, включил телевизор, а мы вот решили сразу обрадовать. Он еще кран не успел открыть, понимаешь, человек. Тогда мы, как гонцы плохих вестей, должны немедленно замолчать. Ну, давайте, я тогда тебе расскажу тихонько на ушко. Алис, улица Енисейская, там будь внимательна. Улица Маршала Василевского, улица Иртышская, на улице Обской и на улице Героев Сталинграда, в переулках Ровный, Пищевой, Задорожный, а также в селе Перово, на улицах Стадионной, Мира, Пригородной, Школьной и Северной. Там уже, получается, нет с пяти утра до шести вечера. Возможно, нет, а возможно, они там предупредили, что с пяти, а на самом деле, немного позже выключат ее. Но знаете что, до 17.00 должны все включить. Будем очень сильно на это надеяться, потому что не хотелось бы. Ну, а зато, вместо того, что нет воды, зато будет восстановлено уличное освещение. На 30 улицах Симферополя уже работники муниципального предприятия вкрутили новые лампочки, заменили всю необходимую аппаратуру. И на улице Балакуна, Серова, Дзержинского, Крылова, Тарабыкина, Беспалова и других улицах уже действительно восстановлено освещение. И я уже даже проверила на себе, потому что удивилась, шла вечером из старого города. И действительно, была дорога освещена. Я сначала подумала, что что-то пошло не так, потом я поняла, что все так. Наконец-то там есть свет, теперь светло, видно и не так страшно. Ну, а у нас тоже все так, друзья, все правильно, все по сценарию. И прямо сейчас смотрим новости из интернета. В Петербурге придумали кардинальный способ борьбы с сосульками. Как гласит известная поговорка, против лома нет приема. Остается открытым вопрос, кто это все будет восстанавливать? На территории Венесуэлы упал метеорит. Неизвестный яркий объект зафиксировали десятки объективов. Падение небесного тела спровоцировало возгорание травы. Информация о разрушениях не поступала. Нильсон Изайес, создатель самого доброго YouTube-канала. В своих видео он рассказывает о том, как ухаживать за садом, либо же просто ест. Но главное, выписывает имена подписчиков в блокнот и читает их на камеру. При этом очень обижается, если в комментариях люди оскорбляют друг друга. Минобороны опубликовало видео посадки вертолетов Ка-27 на палубу кораблей Балтийского флота. Упражнение выполнялось в дрейфе и на ходу, в светлое и темное время суток. Летчики также отрабатывали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками противника. Охотникам за торнадо удалось сделать удивительные кадры. Смерч появился прямо из радуги. Видео впечатляет, но каково было находиться там? Ведь предугадать, в какую сторону пойдет торнадо, невозможно. Продолжение следует... Увидеть Нину Петровну доброе утро получается еще раз. Поэтому у меня сегодня не очень доброе утро, я как не люблю рано вставать. Ну, кто рано встает, тому... Тем не менее, все прекрасно. Тема у нас важная, говорим о русском языке, а точнее о его защите, я так понимаю, на территории... Ну, в основном на территории полуострова все-таки. Итак, скажите, вот да, защита русского языка, насколько она вообще необходима, по вашему мнению? Ой, вопрос, конечно, очень интересный, очень важный. Действительно, необходимо. И сейчас мы об этом поговорим. Но, наверное, я хочу сказать, что вот касательно нашего полуострова, мы с 2007 года вплотную приступили именно вот к этому вопросу. И у нас впервые прошел в 2007 году международный фестиваль «Великое русское слово». И вот в этом году, в 13-й раз уже состоится этот фестиваль, и мы сейчас уже приступили к его подготовке. И, конечно же, говорить о русском языке мы будем на площадках этого фестиваля, и в первую очередь на площадках Ливадийского форума, который проходит в рамках этого фестиваля. Форум пройдет в пятый раз уже, и форум проходит под патронатом Совета Федераций, поэтому уровень очень высокий. К нам приезжает много гостей. Вот было представителей в прошлый раз более 40 стран. Представители более 40 стран участвовали в Ливадийском форуме и, соответственно, в фестивале «Великое русское слово». А как так произошло объединение, что форум с фестивалем вдруг объединился на территории? Ну, если мы вспомним немного историю нашего полуострова, то в 2007 год мы были в составе Украины, то есть государство Украина было. А крымчане, конечно же, очень остро ощущали давление на родной язык, на язык общения, на русский язык. Крымчане все-таки смотрели в сторону России с надеждой, ждали момента такого очень серьезного для всех, для нас возвращения в Россию, либо воссоединения, либо чтобы Россия была близка к нам. И поэтому фестиваль «Великое русское слово» – это была такая площадка, скорее даже больше с политическим направлением, уклоном, потому что приезжали соотечественники из других стран, такие же, как мы, которые скучали по России, которые говорили на русском языке. И вот поэтому этот фестиваль, он был скорее в защиту русского языка, тогда придуман, организован его основателями. А сейчас, когда мы находимся в составе Российской Федерации, мы вернулись в Россию, мы задумались, что нужно нам как-то вектор поменять нашего фестиваля, и обратили внимание на то, что происходит с русским языком. И действительно, мы видим, что русский язык требует к себе большего внимания, в первую очередь, наверное, со стороны грамотности. Мы понимаем и видим, что все-таки, насколько стали мы безграмотны. А потом русский язык засоряется иностранными словами. Вот возьмем даже нашу речь, возьмем нашу рекламу, пройдем по столице Крыма, по Симферополю. Я не говорю уже о визуальном вообще значении рекламы, как она жутко, как будто мы в 90-е вообще вернулись годы. Но то, что сплошь и рядом, это англоязычное название. Зачастую так называются творческие коллективы и детские коллективы. Мы об этом сейчас говорили. И когда спрашиваешь у ребенка, или танец названия, а как переводится, ребенок может даже не ответить вообще название своего коллектива или танца, который только что показали детский коллектив. Потому что не придается значение. Главное, чтобы как-то было красиво, как нам кажется, красиво звучало. Ну видите, дело в том, что когда современные, например, музыкальные исполнители придумывают новые слова на русском языке, это тоже выглядит не менее странно. Это даже иногда хуже звучит, чем англоязычные заимствования. Так мы хотя бы не знаем, что это означает. А вот, например, есть исполнитель, который придумал слово Швепсова. И понимай, как хочешь. И мне вот это... Судяя слово-то вообще такого нет, да? Нет, он его придумал. И как бы как вот к этому относиться? Я вообще очень отношусь... Понимаете, это так же, как современная драматургия. Как может прозвучать мат. И почему-то это приветствуется. И почему-то считают, что этим можно заманить зрителя в театр. Но мы должны думать о воспитательном значении прежде всего, и искусство в том числе. Поэтому придумать можно все, что угодно. Есть каноны, есть какая-то гордость за свою страну. Почему мы не гордимся нашим великим русским языком? Давайте вот... Гордимся. Ну вот, а я просто вот придумал... А кто он такой? Он что, Пушкин? Он Чехов? Он Достоевский? Он еще какой-то великий русский писатель? Ведь кто во всем мире ставят пьесы Чехова и считают за честь поставить спектакль или по Достоевскому, или по тому же Пушкину Александру Сергеевичу, нашему великому русскому поэту. Понимаете? А мы хотим вот не так, как все. Ну видите, но язык же тоже отличается. Даже времен Пушкина и наш современный очень сильно отличаются. Конечно, отличается. Но если есть русское слово, зачем его говорить у нас в стране на иностранном языке, если есть значение русское? Если есть русское слово? Мы говорим кофе-брейк, а почему не кофе-пауза? Хотя пауза тоже как бы... Но тем не менее. Или, например, ведущий модератор. Ну почему модератор, а не ведущий? Ну вот почему? Я не понимаю этого. Не осознаю. Зачем? Это и так все понятно. И мы должны пропагандировать свой язык. Мы должны быть в этом заинтересованы. И хочу сказать, что интерес к русскому языку великий. И как раз таки благодаря нашей великой литературе прежде всего. И поэтому в рамках великого русского слова форум «Леводийский» там как раз и встречаются на площадках этого форума наши соотечественники, которые скучают по своей родине, матери, по русскому языку, которые говорят о проблемах русского мира. Приезжают представители других стран. Вот, например, вы знаете о том, что в Колумбии более 40 лет существует университет имени Льва Толстого? Нет. Я тоже была удивлена, когда об этом узнала. И представители этого университета приезжают к нам сюда, на Леводийский форум, потому что для них интересно поговорить о русском языке. Они болеют русским языком, русской литературой. Они выходцы из России? Нет, 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 колумбийцы. Да, конечно, конечно. Но кто-то из них учился у нас в стране, получал образование, заразился нашим языком, в хорошем смысле слова, нашей литературой, и продолжает этим заниматься и преподает русский язык у себя в стране. Поэтому таких людей много. И мы должны думать о расширении нашего языка, а не сужать рамки. Вот по сути и так сейчас Россия находится, ну, запад, мы же видим, как запад к нам относится, а мы, получается, поддаемся, подыгрываем. Нет, должна быть какая-то национальная гордость прежде всего, как мне кажется. Тем более мы крымчане, но нам этого не занимать. Вот мы как раз отличаемся от всяких других. Ну и от всех других. И, конечно же, русский язык. Это язык общения для всех. Россия многонациональная страна изучает, каждый народ изучает свой язык. Но русский язык – это общий язык для нашего общего общения. Русский язык – это общий язык для общения выходцев из стран, из республик Советского Союза, из многих стран Восточной Европы. Китай, пожалуйста, с удовольствием изучает русский язык, посещает нашу страну, восхищается нашей историей, и разговаривает на русском языке, пытаются. Мы же тоже встречаемся в том же, например, в Третьяковке я недавно была и как раз общалась. Они все говорят на русском языке, приехали из Китая. То есть, вы понимаете, русский язык получает свое развитие, в этом есть потребность. Спасибо огромное. К сожалению, мне уже режиссер подсказывает, что нам пора прерываться и продолжать наш эфир. Спасибо еще раз, что к нам заглянули. Действительно, русский язык необходимо беречь. Ну, а нам пора продолжать наш эфир «Крым онлайн» далее в эфире, насколько я понимаю. Извините, погода ошибся. «Крым онлайн» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Общая готовность нового республиканского многопрофильного медицинского центра при клинической больнице имени Симашко составляет 80%. Ну, а если точнее, то именно строительная база без оборудования, это 80%, каркас готов на 100%, фасад на 95%. Ведутся отделочные работы, уже выполнены все перегородки и отделка на 50%. То есть, совсем скоро, наконец-то, будет новое здание, где будет новое оборудование, где как раз-таки будут старые профессионалы. И поэтому я надеюсь, что вся помощь будет очень кстати, вовремя и на высшем уровне. Ну, действительно, друзья, если кто из вас не следовал по московскому шоссе, это 11-й километр, давно там не были, год-два, проедьте, посмотрите. Это огромное здание, огромное строение, которое выросло буквально на глазах. Впечатляет. И уже, что самое важное, оно практически готово. Ну, а мы прямо сейчас готовы переместиться в подземелья, точнее, исследовать пешеходные переходы. Ну, не мы, а наши корреспонденты в следующем сюжете. Администрация Симферополя серьезно взялась за подземные пешеходные переходы города. Как минимум, 18 из них нуждаются в ремонте. Сейчас тоннели под проезжей частью не соответствуют требованиям МЧС. Об антитеррористической защищенности тоже можно только говорить. Пешеходные переходы ожидают новая жизнь без киосков и ларьков. Мы решили узнать, какой интерьер здесь будет. В тоннеле на Куйбышевском рынке рабочие уже выравнивают стены, меняют осветительное оборудование. Ремонт ведется в ускоренном темпе. На самом деле мы затягивать не будем, работы ведутся интенсивно. Сегодня всего лишь четвертый день работы, еще 2-3 дня, и мы, скажем так, будем резать красную ленточку. А здесь планируют, вы сказали, розовый тона. Да, да, светлые, радужные какие-нибудь веселые тона. Девчачий переход? Может и девчачий, кому как нравится. Переходе очень холодно, руки замерзают моментально. Кажется, при таких погодных условиях ремонт делать невозможно. Как вы думаете, за 3 дня здесь возможно отремонтировать? Ну, мы думаем, да. Рассчитываем на это. Рассчитываем на это, да, что за 3 дня сделаем. Но вы хоть не круглосуточно будете работать? Нет, конечно. А вот розовые тона вас еще не посвящали? Будут по всему пешеходному переходу? Или вот только где-то стены, потолки? Стены будут розовые, потолки белые. Теперь самое главное – выяснить у симферопольцев, что они ожидают здесь увидеть. Ведь в переходе торговали всем, чем угодно. Это был почти рынок со своими порядками и правилами. Заодно горожане пофантазировали, что еще могло бы появиться на месте киосков. Сейчас здесь делают ремонт и хотят вместо киосков разместить контактный зоопарк. Как вам такая идея? Каналстан. Сейчас я не отказал. Вы считаете, что пешеходный переходим? Можно сделать контактный зоопарк. Да. Вот что? Такая-то изюминка. А сейчас здесь планируют сделать массажный салон. Скажите, вы будете ходить перед работой на массаж в пешеходный переход? Как вам такая идея? Идея, наверное, хорошая, но я не буду. Ну, можно было бы здесь разместить массажный салон. Ну, да. Здесь хотят сделать такой девочковый интерьер в розовых тонах. Как вам это идея? Опять загородят, что ли? Нет, просто все будет розовое. Нет, пожалуйста. Пожалуйста, но только я имею в виду цвет розовый, а не состояние души розовое. Вы поняли, что я имею в виду? Потому что мне феминисты не нравятся. Должно быть равноправие, чтобы мы любили друг друга. А вот здесь еще предлагают сделать, например, массажный салон, чтобы люди перед работой могли заскочить на массаж. Как вам такая идея? Ну, как по мне, не совсем удобно. Массажный салон в пешеходном переходе. Идея не очень. А, например, контактный зоопарк? Это было бы здорово. Детей здесь много, тем более здесь детский парк рядышком. Я думаю, было бы здорово. Раньше в пешеходном переходе можно было сделать много полезных дел. Починить, например, часы или мобильный телефон, или что-то купить для любимой, какой-то подарок. А сейчас этого нет. Что теперь делать в пешеходном переходе? Пешеходные переходы вообще должны быть чистые. Пусть лучше музыканты играют в песни. Так здорово, когда идешь в грустное настроение. И вдруг раз, заходишь в пешеходный переход, какая-то песня, и так здорово звучит. И эхо такое, акустика. Ну, вот симферопольцы и предлагают здесь делать караоке-бар. Чтобы можно было прийти сюда, попеть и пойти дальше на работу. О, совершенно колбаса. Контактный зоопарк, массажный салон или караоке-бар. Симферопольцы рады будут любому решению. Но выбор остается за городской администрацией. А там уверены, что тоннели под проезжей частью должны быть в едином стиле. Освобождены от бутиков и лотков и предназначены для свободного прохода пешеходов. С Илья Салямова, Дмитрий Волк. Утро нового дня. Задумался, задумался. Что бы еще такого? Можно было бы придумывать, да, в пешеходных переходах? Ну, сауну, может, какую-нибудь еще нет. Так, ну, там массажный кабинет. А, ты решил дальше? Да, с вас, салон. Мне кажется, это по требованиям санитарным как минимум не подходит абсолютно. Поэтому не надо ничего придумывать с пешеходными переходами. Как решили, что будет только для людей, так и решили. В некоторых пусть будут торговые точки, но где и какие, пусть они будут, решают уже точно власти города. Да, главное, чтобы они выглядели достойно и чтобы людям действительно было приятно спускаться в переходы, а не так, как это до этого было, когда нужно было просто скрепив зубы и сердце, вот прорываться туда сквозь торгашей, сквозь людей с колясками, с сумками. А если из всех пешеходных переходов сделать такой океанариум? Ты представляешь, ты спускаешься в подземелье, а там рыбки, ну, не знаю. А можно деньги просто сжигать. Можно их сжигать просто. Разбрасывать. Все, все, хорошо, хватит фантазии, друзья мои. Ну, вот, кстати, почему хватит фантазии? Вот, например, исследователи, разработчики, точнее, собираются создать такое приложение, которое будет подбирать пользователю пару на основе содержимого холодильника. Так, мне уже нравится эта идея. То есть ты заходишь в это приложение, фотографируешь холодильник, вот, и на основе этого тебе подбирает пара. А тебе подбирает пару по каким-то компонентам для блюда определенного, что у тебя есть сыр, у кого-то макароны, и вы находите друг друга. Насколько сложно, говорят, оказывается, холодильник. Говорит больше о человеке. Говорят, глаза, зеркало души. А тут, я так понимаю, холодильник, зеркало души. Почему он очень много говорит? А потому что, например, если ты фитнес-тренер, естественно, что у тебя в холодильнике находится. А если ты, например, там, холостяк, еще и мясоед, еще и пельмени любишь, не знаю, все вместе. Представляешь, что у тебя будет? Ничего. Да, все правильно. Ну, а если же это холодильник, я даже не знаю, уже чей. Ну, действительно, у каждого человека по-своему холодильник. А еще бы, если запах передавало бы, вообще было бы интересно. А еще, знаешь, что может быть в холодильнике у одинокого человека? Консервы для какой-нибудь маленькой, хорошенькой собачки, например. Например, для Даяны. Которая очень ищет свой дом и не может его найти. Давайте прямо сейчас познакомимся с Даяной. Она очень-очень ищет себе хозяев. Даяна. Молоденькая, очень умная и красивая собака. Она подойдет для любой семьи, которую будет любить и защищать. Привита, стерилизована. Звоните. Плюс семь девять семь восемь 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 сот шестьдесят три одиннадцать ноль три. А между прочим, в Канаде появилась очень странная аномальная зона, где не заводились машины. Поэтому люди думали, что это там какой-то просто тектонический сдвиг. Это какие-то инопланетные устройства мешают, заглушают. Что это просто какой-то чертов треугольник. А на самом деле оказалось, что они не заводились, потому что неисправный стартер одного из автомобилей генерировал помехи для других. И все. А что такое стартер? Не знаю. Знаю, что он генерировал помехи. А я знаю. Еще я знаю, какая дорожная ситуация на данную секунду на полуострове. И готов с радостью с вами этой информацией, что самое важное, поделиться. И вот, открывая карту Симферополя, сразу замечаем, что есть два ДТП на проспекте Победы. Точнее, проспект Кирова в районе Куйбышевского кольца. Левый ряд 8 минут назад произошло ДТП, я так понимаю, бордового цвета. Именно поэтому Киевская улица, если вы направляетесь со стороны МОЗ Кольца, знаете, действительно, она полностью бордовая, по всей видимости, из-за этого небольшого дорожно-транспортного происшествия. И увидел, что еще, да, есть еще одно ДТП. Вот в районе новой развязки, дубки-леводки этого путепровода, в районе улицы Героев Сталинграда. Итак, ДТП, да, средний ряд только что произошло в этой метке. И уже красненькие цвета проявляются. Поэтому, друзья, Герои Сталинграда, возможно, совсем скоро будет там затруднение в движении. Выезжайте заранее, будьте предельно внимательны и аккуратны. Так, вот еще одно ДТП пыталось ускользнуть из моих рук. Элеваторный переулок, тоже вот 20 минут назад, лежит камрюха на крыше. Не для дрифта машина оказалась. Такой вот интересный комментарий написали. Ну, камрюха, давай, давай, обратно с крыши на колеса прыгай и вперед. А дрифтовать действительно не надо. Не рискуйте, друзья. Ну, все же отправляются на работу. Зачем вам дрифт в такой ранний час? Там же, где не будет никого, может где-нибудь. О, Верхнесадовая, друзья, тоже небольшое ДТП произошло. Вот показывают 5 минут назад. Ну, вот мне подсказывает, что пора уже перемещаться на улице Симферополя. А точнее, пора связываться с нашим корреспондентом Артем Андроновский. Еще раз доброе утро. Рассказывай, где ты находишься и что видишь. Снова третий раз уже доброе утро студия. По-настоящему доброе, потому что работает уже город на полную. Он ожил и не просто так. Сейчас я вам покажу, где я нахожусь. Да, уже единожды здесь был, но не страшно, потому что место действительно потрясающее. Мы находимся сверху лестницы любви. Повсюду уже ездят автомобили, но они создают еще массивных пробок. По крайней мере, отсюда их не видно. Сегодня не только день прокладывания тропинок. Об этом тоже хочу рассказать. Сегодня еще день науки и гуманизма. Его еще называют Днем Дарвина. И вот не просто так мы здесь. Посмотрите, все это создано человеком. Не просто человеком, а жителями нашего родного города. Все это строится, расстраивается и становится больше. Поэтому давайте вместе заботиться о благосостоянии нашего города. И вместе делать так, чтобы он был чистым, убранным и ухоженным. Я натолкнулся на эти мысли, потому что, к сожалению, лестница любви, сверху которой я нахожусь, не всегда в таком состоянии. Сейчас не об этом. Поговорим о погоде. Постепенно теплеет, это правда. Но, как я и говорил, небо застилается пеленой облаков. Не страшно. Все равно не холодно. Все равно стоит идти на работу пешком, наслаждаться свежим, бодрым февралем. Потому что, ну, опять же, на февраль это не похоже. Помню свои предыдущие стримы, поверьте, было холоднее. Поэтому давайте не забывать, что все-таки тепло нужно ловить и нужно им наслаждаться. А еще не забывать, что сегодня день гуманизма, а гуманизм это человеколюбие. Так что любите своих близких, выводите их погулять в хорошую погоду, дарите кому-нибудь шоколадки в конце концов. И главное понимать, что хорошее слово может быть порой куда полезнее, чем просто пройти мимо, пожав руку. Так что хорошего вам дня, не опаздывайте на работу, одевайтесь в тепло, но и не забывайте смотреть на самое красивое, хоть и застеленное облаками, крымское небо. Спасибо, студия. Спасибо. Спасибо, Артем, спасибо. День гуманизма, любим все, любим всех. И в частности, любим сюжеты, которые делает Артем Андроновский прямо сейчас. Дело в том, что, да, он отправился в научный совсем недавно. И, видимо, про эту погоду он февральскую рассказывал, потому что ощутил это все на себе. Но о том, что же он еще, помимо того, что был жуткий холод, увидел и узнал, давайте посмотрим в сюжете. Говорят, что у природы нет плохой погоды. Но в особо туманные и зябкие дни начинаешь невольно в этом сомневаться. Прямо сейчас мы отправляемся в одно из самых красивых мест полуострова. Поселок Научный. Заодно и проверим. Это тот самый случай, когда дорога – отдельное путешествие. Плавный серпантин проходит по пологим склонам. Каждый поворот – новая смотровая площадка. Уже вблизи поселка над кронами вечно зеленых виднеются шапки обсерватории. Сразу видно – место непростое. На территорию поселка заехать не так просто. Пришлось в пять минут пообщаться с охраной ушу Акбаума. Но ничего, пешим ходом пройти вполне себе возможно, пропускают свободно. Охранять есть что. На территории обсерватории расположены 17 оптических телескопов. Но мы тут не за этим, по крайней мере сейчас. Наша задача – проехать сквозь поселок, как можно ближе к лесу. А дальше только пешком. Добраться до водоема можно двумя путями. Длинным, о нем знают все приезжие, он самый очевидный, но и самый простой. И более сложным, но коротким. Мы, как эксперты в путешествиях, пойдем коротким, но самым сложным путем. Короткий путь, хоть и сложнее, все же более живописный. Под опавшей дубовой листвой он прячется от глаз простого туриста. Идти приходится по памяти. Небольшой резкий подъем вверх, и вот мы уже на относительной вершине. Половина пути точно пройдена. Но нагрянул нежданный гость, начинает накрапывать дождь. Спящая зимняя роща непроходимой стеной стоит вдоль тропинок. Лес кажется настоящим лабиринтом. Места сливаются, а повороты путаются. Неудивительно, что достаточно скоро мы обнаружили, что идем не туда. Как быстро заскочили наверх, так быстро приходится и спускаться. Ошибся, путь неверный, и он вывел нас на долгую, но более простую дорогу. А вот что является настоящей проблемой, так это быстро усиливающийся дождь. Все начинаю подумывать о том, чтобы развести пламя и немного согреться. Костер бы сейчас не помешал, но путь еще не близкий. Придется потерпеть. Что же, снова перекресток, и я снова не знаю, куда идти. Благо, на этот раз мы точно на вершине, сориентироваться будет проще. Хотелось бы, чтобы так и оказалось. Но, увы, у зимнего леса свои правила. Итак, краткое руководство по ориентированию незнакомой местности. Поднимайтесь на вершину, смотрите вниз, и понимайте, что сквозь густой лес совершенно ничего не видно. Главное, что есть ориентиры. Белый купол одного из телескопов видно и отсюда. С его помощью мы смогли сориентироваться и пойти на компромисс. Что тут скажешь, природа многому учит и в чем-то даже делает мудрее. Пробираясь и путаясь среди тропинок короткого, но более сложного пути, мы в итоге вернулись на длинный, но более простой. Теперь-то это кажется не такой уж и плохой идеей. Все же стоит оценивать свои силы трезво. В итоге мы потратили куда больше времени, чем хотели сэкономить, пробираясь через вершину. Простой путь, хоть и более длинный, зато надежный. Я точно знаю, что теперь мы отправляемся прямиком к озеру. А дальше дело за малым. Прямо по вытоптанной тропинке. В полном спокойствии, наслаждаясь гармонией спящего леса. По всей видимости, это не что иное, как пожарный водоем. Об этом говорят технические трубы. Дальше интереснее. Задерживаться тут смысла нет. Тут важно вовремя свернуть направо, совсем недалеко от первого водоема. Потом вниз. Дождевая вода тихим ручьем размыла тропинку. Идти приходится по грязи. Но там внизу, как оказалось, нас ожидало нечто удивительное. Картина, которую не ожидаешь увидеть в самый разгар февраля даже в Крыму. Свежая, зеленая, травянистая поляна. По всей видимости, питаемая благой с озера. А дальше, сквозь дубовые ветви, уже виднеется наша цель. Ну вот и конец нашего пути. Теперь можно выдохнуть. Дождь прошел позади, и то, как мы потерялись где-то там, наверху. Все, что хочется сделать сейчас, это присесть у костра, согреться и насолодиться прекрасным видом. Но костер нужно еще соорудить и поджечь. Интересно, получится ли? Дождь намочил все дрова и землю. Для начала нужно сделать само кострище. Для этого подойдут любые камни, либо большие бревна. Вдоль всего берега разбросан песчаник. Его осколки отлично подошли. Не менее важной частью является материал для розжига. Подойдет что угодно, от мха до парафиновой свечи. Знатоки могут использовать и щепки, добытые из сухой древесины. Но я был предусмотрительным и взял с собой немного плотной бумаги. Наша немного отсырела. Не мудрено. Здесь внизу воздух невероятно влажный, но совсем не холодный. Предпоследний, но чуть ли не самый главный пункт. Дрова. Благо мы находимся в лесу и легко сможем найти все, что нам нужно. Почти все влажное. Лишь некоторые ветки спрятаны под голыми, но все еще плотными кронами деревьев остались сухими. Несколько дров нам все же удалось найти. И финальный, самый главный элемент. Огонь. В нашем случае это спички. Тепло и еда очень быстро восстанавливают энергию. Согревшись у костра, смотришь на место привала совсем другими глазами. Затраченные силы окупились моментально. Здесь потрясающе красиво. Сквозь тишину пробиваются призвуки февральского леса. Шум и гамм цивилизации остался там, позади. Здесь, в царстве и покое, ты просыпаешься и набираешься сил. Путь важен не меньше, чем пункт назначения. Сегодня мы в очередной раз убедились. У природы совершенно нет плохой погоды. Холодный и сырой февральский лес встретил нас очень гостеприимно, всюду отзываясь пением птиц и шумом воды. Слышите? Так звучит родной край. Ну что ж, да, погода в феврале, хоть и была теплой, и когда-то была холодная, теперь теплая. Но, тем не менее, очень часто все-таки люди болеют. И сейчас уже началась... Я не знаю, какая волна этого заболевания. Потому что сейчас уже болеет действительно 44% симферопольцев. И поэтому нам, наверное, все-таки стоит очень сильно беречь себя и связаться с новостейной студией обязательно. Потому что мы очень хотим поговорить с Гульнарой. И я уверена, что она знает, что делать в таких ситуациях. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Гульнар, немного времени у нас есть. Расскажи, пожалуйста, что делать, чтобы не заболеть? Твои методы. Мои личные методы. Вы обратились как раз по адресу. Мое первое образование медицинское. Как вы думаете, что я сейчас расскажу? Я, конечно, вас не буду сейчас лечить. Но хочу сказать. Мойте руки. В обязательном порядке необходимо мыть руки с мылом. И пока вы этого не сделали, и вы находитесь вне дома, не нужно тереть глаза куда-то, в общем, прикасаться к лицу. На самом деле передается вирус гриппа и ОРВИ вот именно путем контакта. Спасибо огромное. Вот действительно действенный совет. Спасибо огромное. И, кстати, мы знали, к кому обращаться, поэтому мы именно у тебя и спросили. Это, казалось бы, такие простые средства, которые знают все. Но, тем не менее, постоянно нужно напоминать самому себе даже, что мыть руки нужно. Друзья, 9.00 выпуск новостей будет. Там уже с Гульнарой вы, я думаю, самую актуальную информацию от нее узнаете. Ну, а нам пора прощаться, друзья. Спасибо огромное за то, что вы были с нами в это утро. Спасибо, спасибо, спасибо. Нам бы очень приятно встречать каждое утро с вами. Мы еще придем к вам завтра. Но для этого нам нужно подготовиться, поэтому мы сейчас уходим. А вот завтра мы с новыми силами, новой информацией, и, конечно же, хорошим настроением к вам придем. Пока-пока. Пока-пока.